Здорово и здравия! Если вы любите бокс, это видео для вас. Ну, на этих выходных самый такой конкурентный, самый интересный, самый такой сложно прогнозируемый бой был Хосе Педраса против Родригеса. И видите как, именно в этом бою мы с вами оказались правы. Наш канал, как всегда, самые сложные бои разбирает на ура. Педраса выиграл, Педраса выиграл, ну, смотрите в чем дело. Я думаю все были немножечко, немножечко, как бы вам сказать, немножечко затуманен у них разум тем, что Родригес побольше, Родригес вроде такой агрессивный, вроде бьющий. Но это, знаете, в чем дело? У людей в головах сидят вот эти вот дебильные термины. Панчер, силовик. И вот пока у них в голове эти термины, они не дают им определения, что эти термины обозначают. И для них любой боксер, который вот как-то, знаете, какую-то агрессию в ринге оказывает, это уже панчер, это уже силовик. Выбрасывайте один и другой термин. Есть понятие, боксер работающий в поддавливании, есть боксер работающий в давлении, боксер работающий в прессинге. Понимаете? Выбросите к черту, эти панчер, не панчер. Дианте Уайлдер тоже себя панчером называет. Как он нахер панчер? Он убегает от соперников, понимаете? Он если не встретил, он проиграл. Какой нахрен панчер? Бьющий боец, да, но не используйте вот эти глупые термины. И вот что предлагал ему Родригес Пидраси. Он старался зайти на среднюю дистанцию, как он и привык к стоячему сопернику, помахать боковые удары, где-то промазать, но когда соперник совсем останавливается, потому что боится его удара, так или иначе. Удар неплохой, надо сказать. Такой достаточно плотненький. И начинает работать на средней дистанции по 3-4 удара, соперник отойдет, он походит за ним, как-то вот так вот ручки держит, чтобы его прям жестко не встретили. Но Пидраса, он хорошо бьет прямые удары, именно вот эти вот джебы, ну вот любительская манера. А вот это вот, это не блок. Понимаете? Центральная ось открыта, хавает, хавает, хавает. Вот, на средней дистанции Пидраса, я говорил, он как скакун арабский, скачет, скачет, скачет. А этот по стоячим мишеням-то промахивался. Просто, я не знаю, вот 24 боя можно же было посмотреть, там, увидеть. Там, в общем, почти все были за Родригеса в этом бою. Можно было посмотреть, увидеть, что он по стоячим мишеням часто промахивается. А Пидраса, он, ну, одна из самых не стоячих мишеней, что можно в этом весе найти. И сколько он мазал, сколько вот у него не получалось, знаете, хотя бы 3-4 плотных удара за комбинацию доставить. И что делал Пидраса? На средней дистанции уходил в стороны, держал где-то блок, где-то отвечал, знаете, агрессивно. Я говорил, Пидраса может удар на удар, если его так, знаете, в угол загнать, он как собаку, он укусит. И все вот эти моменты, они Родригеса, знаете, сдерживали. И Пидраса спокойно вторым номером выигрывал бой. И он, когда увидел, что Родригес уже, ну, наелся ударов, когда он устал, напромахивался. Вот, знаете, мне кого напомнил Родригес? Мурата Гассиева с Усиком. Вот это, вот если мне кто-то говорит, да какой бокс будущего, посмотри в Усик Гассиев. Вот Родригес это Гассиев, понимаете? Гассиев это не Мантес Станионис, это не Субриэль Матиас, не Шон Портер, не Брайан Кастанди. Гассиев в том бою был вот этот вот Родригес. Понимаете, я почему в этого Родригеса не верил? Это не та манера ведения боя, у которой есть будущее. Я про это говорил в прогнозе. Говорил. И видите, что Пидраса, выигрывая бой, понял, что Родригес подвымотался. Понял, что Родригес устал. И уже пошел в агрессию. Он уже начал на средней дистанции оставаться после своих атак. Он уже даже без особого блока начал его своим джебом сталкивать. И Родригес, ну, там, я не знаю, у него уже лицо было разбито. Он просто сдался. Он понял, я уже не выиграю. Один раунд там остался, он понял, я не нокаутирую Пидрасу. Плюс, уж поймите, не то чтобы прям какой-то страшный нокаутер этот Родригес. Сколько у него там, 14 нокаутов на 24 победы. Пидраса, этот человек, очень крепкоголовый. Очень. Поэтому, какие-то удары, конечно, доходили от Родригеса, но никаких потрясений в Пидрасе не было. То есть, разговор в том, что вышел на топа, ну, на такого топа, знаете. В сегодняшнем боксе это топ. В завтрашнем боксе такие топы в нокаутах будут лежать. Но суть в том, что в сегодняшнем боксе Пидраса топ. И Родригес, не являющийся боксером будущего, вышел, как бы, снимать скальп с этого топа. И в итоге сняли скальп с него. Не готов он был, не готов. Вся оппозиция была очень слабая. Проходил он ее. Мне не нравилось, как он ее проходил. Да, многих там последних боев он удосрачивал. Но это ж мешки были. Это стоячие люди были. Люди, которые его боялись. Пидраса, он уже боксировал с такими. Кстати, вот, показательно. У него был бой с мексиканцем. Я уже говорил об этом в прогнозе. И вон тоже, мексиканец был агрессивный. Шел вперед, пытался давить. Ну, вот тоже, знаете, как Гассиев. Ну, где-то, может, получше Гассиева. Примерно вот такая вот манера. И он их обоих удосрочил в девятом раунде. То есть на Пидрасу так еще и идти нельзя. Он загрызается с вами. И вы ничего ему не сделаете. И по нему достаточно сложно попасть. Пидрасы надо либо хорошо боксировать на дальней дистанции, перещелкивать, знаете, передумать его, перевстречать, обогнать. Что сипеда хорошо сделал. Либо на него нужно идти с целью вообще его размазать, но делать это грамотно. Либо жестко его опережать, либо прессинговать прям вообще. Ну, вот он уходит, вы за ним, уходит вы за ним, чтобы он реально останавливался. И вы вот в те моменты, когда он останавливается, били четко, грамотно. И возвращались в плотную защиту. Либо чтобы вы были маленьким, ему было неудобно. Как с Дэвисом это было. А так, ну, конечно, вот просто вот таким вот примитивным боксом, который там панчер, агрессор, вот эти, ну, термины, знаете, люди не могут объяснить их, но они их используют. Потому что в уши им насрали. Вот эти вот технари, гравик, паню. Вы определение этому термину дайте по буквам. Сразу молчок. Поэтому люди и тупят. А так, видите, прогноз у нас зашел. Хосе Педраса победил. Даже вот удивительно, что этот хрен сдался. Удивительно, Педраса выиграл досрочно. Так все вот так вот.